Итак, пройдено уже или еще 300 километров. Я, конечно, устала, но пока восхищение от красоты людей побеждает усталость. Надеюсь, что 1500 километров остального пути меня будут сопровождать такие же чувства. В этой серии мы побываем в храмах Ярославля и Тутаева, которые никогда не закрывались и поэтому сохранили все свои святыни. Увидим уникальные росписи ярославских мастеров 17 века и попросим Богородицу о прибавлении ума перед ее очень необычной иконой. И продолжается мое невероятное паломничество из Москвы до Соловков. Как и тысячи православных людей до меня, я иду пешком по великому русскому северному пути, останавливаясь, чтобы поклониться по дороге нашим великим святыням, узнавая много нового и удивительного. И я пришла в город Ярославль. Ярославль назван так в честь своего основателя, благоверного князя Ярослава Мудрого. Это первый христианский город на Волге и один из старейших русских городов. Веками он вел торговлю с Востоком и Западом, упоминался в скандинавских сагах и восхищал заморских гостей. Я уверена, что восхитит и меня. Я много слышала о знаменитой Ярославской набережной и, конечно, не раз видела ее на видео. Ощущения непередаваемые. Дух захватывает. И, между прочим, я сейчас нахожусь фактически в том самом месте, откуда и пошел Ярославль. На мысе Стрелка при впадении реки Котросль в Волгу. По легенде, Ярослав Мудрый объезжал однажды свои владения и столкнулся в этом месте с неизвестным племенем язычников. Те встретили князя враждебно и напустили на него свирепую медведицу. Но князь Ярослав был не из робкого десятка. Он поверг зверя секирой, и тогда язычники были вынуждены покориться. А князь решил основать здесь город с крепостью, чтобы суда с разным товаром могли свободно ходить по Волге. Ярославль всегда играл большую роль в истории нашей страны и в сражениях с Золотой Ордой, и в смутное время. Я подхожу к церкви в честь Ильи Пророка. Это один из символов и настоящий шедевр Ярославля. Она была основана самим Ярославом Мудрым. Как пишут летописи, решение о ее строительстве было принято князем одновременно с закладкой города. Конечно, та самая церковь не сохранилась. Нынешняя каменная возникла в середине 17 века. И именно отсюда начал разрастаться исторический центр Ярославля. Ильинский храм строился в середине 17 века богатейшими ярославскими купцами – братьями Ванифатием и Аникием Скрипинами. Один из пределов возводился специально для Великой Святыни – частицы Риза Господней, которую пожаловал царь Алексей Михайлович. В 1658 году церковь чудом выстояла в страшном пожаре, в котором выгорел весь город. В 1930-е годы церковь несколько раз собирались нести, а затем разместили здесь музей атеизма. Но фрески, по счастью, не сбили и не закрасили, а просто завесили. И сегодня мы продолжаем любоваться их красотой и удивляться их духовной силе. Елена Александровна, я в полнейшем восхищении. Такие фрески, такая роспись. Расскажите, пожалуйста, историю этого храма. Ну вот мы можем говорить о том, что среди огромного количества ярославских храмов церковь или пророка – это, простите за это выражение, церковь Изунчик. Потому что здесь с самого начала, с самого основания это был всегда храм на особицу. Вот его огромные размеры, они же предполагают, что вроде как это должен быть собор. А это нет. Это всего лишь маленький приходской храм, который на месте двух деревянных храмов, Ильи и Покрова Божьей Матери, решили построить не для себя, а для прихода два брата – Анигьева и Нефатий Скрипина. Такие флемованные иконостасы становятся популярны в Москве. И вот этот иконостас заменяет первоначальный, тябловый, традиционный русский иконостас. В 1696 году вот эта флемская резьба, сделанная русским мастером. Храм строится чрезвычайно быстро. Это настолько удивительно. В 1647 году заложили, в 50-м осветили. Это еще и полное оснащение и готовность храма. Роспись появляется уже в 1680 году, когда оба брата умерли. И заказывает роспись вдова одного из них, Ванифатия и Улиты Скрипина. И приглашает она одну из лучших, а значит, дорогих артелей, которые возглавляет костромеч Горий Никитин. Горий Никитин называют Рублевым XVII века. Когда случился страшный пожар в Ярославле в 1658 году, стены толщиной 2 метра, окна и двери закрываются деревянными и обитыми металлом или металлическими ставнями, и огонь внутрь не попадает. Храм защищен от огня. Каменное сооружение не попадает. Но перегрев жуткий. И от этого перегрева течет олифа цикон. И вот братья Скрипины к этому времени еще живы. И они готовы полностью восстановить убранство храма и иконное тоже. И тогда они приглашают одного из самых знаменитых художников в север. И зовут этого мастера Федора в тихих зубов. Замысел-то был такой у братьев, что он перепишет все. Но его затребует государь к царскому делу. И он здесь работает 2 года 7 месяцев. Ему приписывают икону храмовую Илья Пророк. Вот мы с вами видим ее, 2-я справа от царских врат. Елена Александровна, покажите самую уникальную фреску здесь, на ваш взгляд. Ну вот здесь много всего такого единственного. Но, наверное, самое интересное по содержанию, богатое по смыслу, род царствия благословится. А где он? Прошу. Хорошо. Ага, это она. Перед нами родословие Романовых. И это уникальная вещь. Ничего похожего вы не увидите. Хотя есть прототипы, конечно. И гравюру, которую мы видим на фреске, должна была подтвердить родство, преемственность новой династии от династии старой. Преемственность Романовых от Рюриковичей. И тому главное подтверждение возлежащий в основе этого древа равнопостольный князь Владимир. Дальше мы с вами видим плоды сей ветки. Александр Невский как ствол. А вот дальше начинается, собственно, династия Романовых. Вот такое древо, в котором мы с вами видим... Обратите внимание, все представители рода Романовых в нимбах. Всякая власть от Бога. Вот посмотрите, по краям у нас святые Борис и Глеб. Это начало русской святости. И в этом тоже есть особый смысл. Почему вот там зеркальная надпись? Вы обратили на это внимание. Это же самая замечательная вещь. Мы с вами видим, что здесь много текстов. И вот мы видим двуглавого орла. И из его пасти выходят надписи, которые обращены к Богородице и Христу. И вот мы читаем «Очи мои, выну госпоже». Читается правильно. А теперь попробуем читать текст, который направлен ко Христу. «Очи мои, выну ко Господу». У нас есть правила грамматики, а есть правила красоты. И вот здесь красота оказывается, гармония главенствующая. Над правилом она давлеет. О, кто-то поет. У нас здесь можно услышать капеллу, мужскую капеллу «Благовесть». И сейчас мы можем это сделать. Да. Все за вами. Звучит песня. У меня мурашки. О чем эта песня была? О Христе, конечно, на грузинском языке. Ух. И вот уходят из храма, закрывают его. А было что хранить. Было много богатств. Думали об этом. Посмотрите. Вот мы открыли с вами дверочку маленькую, а там два ключа. Два. Вот. Это очень хорошо видно. Потому что как в сейфовой ячейке приходит один человек с одним ключом и другой человек с другим ключом. Доверяй, ну проверяй. То есть у нас комиссионное вскрытие. Только так. Вот эта вся красота должна быть сбережена. Об этом думали. Об этом заботились. Спасибо большое, Елена Александровна, за такую потрясающую экскурсию. Обязательно вернемся. Узнаем еще много нового. Да, тут много еще, что можно посмотреть, увидеть, услышать и почувствовать. Спасибо. Я ухожу из Ильинского храма, переполненная впечатлениями. От всего, что увидела и услышала. От проникновенных песнопений капелла «Благовест» и красочных фресок. Страшно даже представить, что этот уникальный храм легко мог быть уничтожен в пожаре 17 века, а затем во времена советского безбожия. Но Господь сохранил всю эту красоту для нас. А вот и макет города Ярославля 1778 года гармонично соединил средневековую застройку с новой регулярной системой улиц и площадей, доминантами которой стали древние храмы. А сейчас я иду в еще одну древнюю Ярославскую церковь, крестовоздвиженскую. Как вы видите, она очень сильно разрушена. Тем не менее, здесь собирается хор, которым руководит ярославский музыкант Виктор Пелецкий. И мы здесь как раз ради знакомства с ним и его хором. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Виктор Эдуардович, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как возник ваш хор? Наш хор возник очень необычно. Вначале он начинался с мужского хора. Там было нас, собралось вначале три человека. Постоянного места у нас не было. Мы скитались то в одном месте, то в школе, то в музее. Мужской хор возрастался, он стал достаточно многочисленный. То есть человек 20. Жены обратили внимание, что мужчины возвращаются с репетицией веселые, с хорошим настроением. И они проявили интерес, они стали приходить к нам на репетиции. И постепенно у нас хор усилился, уже стал смешанным хором. Я знаю, что у этого храма интересная история. Расскажите, пожалуйста, о ней. Существует предание, что в этом месте находилось языческое капище. И князь Ярослав Мудрый разрушил вот это языческое капище и поставил здесь крест. Потом возник именно крестовозвиженский храм. То есть место, скорее всего, это очень древнее. Виктор Эдуардович, это правда, что в вашем роду были священнослужители? Да. Мой прадед был партерей, отец Константин Шипов. Он служил в Ярославле. Предание говорит, что когда он был на приходе, то он создал хор из крестьян в составе 15 человек. То есть вы продолжаете традицию? Неожиданно, да. Не гадая. Чувствуете ответственность? Я чувствую его поддержку и его молитву. Я слушала пение Ярославского хора, и мое сердце пело вместе с ними. Я чувствовала себя словно среди родных людей. Жаль было покидать новых знакомых и этот красивый город, но мне пора было двигаться дальше. Спасибо раздольному и живописному Ярославлю, а я направляюсь в следующий город на моем маршруте, в Тутаев, и поеду на таком вот речном трамвайчике. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Тутаев весьма необычный город. Он расположен на противоположных берегах Волги, между которыми никогда не было моста. Изначально на разных берегах находились два разных города – Романов и Борисоглебск. Но ровно два века назад, в 1822 году, указом Александра I они были объединены в Романов Борисоглебска. Название Тутаев возникло уже после Октябрьской революции в честь красноармейца Ильи Тутаева. Тутаев очень красиво смотрится с воды. Он и строился с таким расчетом, чтобы плывущие поживленные судоходные Волги увидели его во всей красе. Но и когда ступаешь на берег, картина не нарушается, а лишь немного меняется. Сразу погружаешься в особую атмосферу уютного приволжского городка, вся жизнь которого сосредоточена вокруг этой привольной реки. А по ее берегам среди зелени взбираются куда-то наверх живописные домишки. Я сейчас нахожусь на Борисоглебской стороне Тутаева, в бывшей Борисоглебской слободе. Напротив меня через реку визитная карточка города – Казанская Преображенская церковь. А я иду к главному храму на этом берегу – Воскресенскому собору. Насколько богатая, красочная наружная роспись. Мне кажется, я такого никогда не видела. Поразительный собор. Между прочим, он никогда не закрывался, поэтому и внутри сохранился прекрасно. В том числе и росписи ярославских мастеров 17 века. Пойдемте скорее внутрь. Светлана Борисовна, здравствуйте. Здравствуйте. В восхищении от вашего собора. Расскажите, пожалуйста, его историю. Что здесь находится? Наш собор, конечно, особый храм. Это памятник во всех отношениях. И церковные культуры, и духовные культуры. И самый наш почитаемый образ – это, конечно, образ Спасителя, к которому едут люди специально помолиться и спросить у Господа особой какой-то милости. Образ Спаса, да, огромный. Конечно, в первую очередь людей поражает его величина. По преданию, образ Спасителя был написан святым Дионисием Глушицким в начале 15 века. Почему такие размеры? Высота иконы 298 сантиметров, а ширина немножечко меньше – 278 сантиметров. То есть он почти квадратный в плане. И всегда на самом деле встает вопрос, зачем надо было писать такую огромную икону Спаса. Так вот, есть такая версия, она очень убедительна, что этот образ был написан для купола деревянного Борисоглебского храма, который стоял в ту пору, то есть еще до возникновения, до строительства нашего собора, стоял на этой территории. Деревянный Борисоглебский храм. Это было небо деревянного храма. И по периметру Лика Спасителя, если мы присмотримся, мы увидим облака. Существует какая-то традиция? Приезжающие к нам паломники, ну и наши, кстати, горожане, помолившись, особенно усердно помолившись Господу образа, еще и пронимаются под иконой. А что это? А попросту это с молитвой проползти под иконой. Всю ширину иконы, 3 метра. Там вот доски в этом лазе, они буквально вытерты до углублений коленочками паломников. А проняться – это старинное слово, которое вот старожилы сохранили до сих пор. В словаре Удали написано, что проняться – это проникнуть через узкое отверстие, первое значение. А второе значение – проняться, прочувствоваться, проникнуться душой. И тут получается, что как бы два в одном. У нас еще очень почитаемый образ святителя Николая. Такой извод называется Никола Можайский. С мечом в руке. На левой руке у него был когда-то храм в крепости, но был утрачен и поставлено было Евангелие. Наш святитель Николай был в красивой резной сене 4-метровой высоты. Сень находится в Петербурге в Русском музее. Но святитель Николай, к счастью, остался на родном месте. Да, чему мы невероятно рады. Образ тоже был прославлен многочисленными чудесами. И даже в последнее время были исцеления по молитве у святителя Николая, именно у этого образа. Каких вы знаете? Ну вот было исцеление, такое очень яркое исцеление ребенка от врожденного порока сердца. Были исцеления детей не однажды от различных тяжелых болезней. У нас сохранилась традиция его облачать. У него есть тапочки и облачение всех цветов. И как меняет облачение духовенства на праздник, и храм переодевается в зависимости от того, какой цвет праздника, так и меняется облачение у святителя Николая. Расскажите, пожалуйста, про крест, про распятие. Крест по преданию приплыл по Волге. Его внесли в храм. Долгое время распятие датировали 15-16 веками. Но после реставрации, которая была несколько лет назад, все-таки ученые стали склоняться к мнению, что крест гораздо более древний. Открылось то, что мы не видели прежде. Вот когда распятие было темное, под многими слоями черной оливы, у него открытые глаза, то есть он живой на кресте, этим и объясняется сама иконография, что у него совершенно прямо тело, четко горизонтальные руки, ровно поставленная голова. То есть не провисшее, не безжизненное тело, а он живой на кресте. И такие кресты бытовали в более древние времена, вот в странах византийского круга. Бытовали в X-13 и XIV еще где-то век. Так что на самом деле крест более древний, уникальный крест. Светлана Борисовна, спасибо большое за такой замечательный рассказ. Я еще здесь немножко побуду. Спасибо, приезжайте к нам еще. Обязательно. Конечно, после всего услышанного мне захотелось по существующей здесь традиции и самой проняться под этой древней иконой. И помолиться Господу за всех своих близких и за всех, кого я успела встретить в своем путешествии. Ну и, само собой, попросить о благополучном продолжении своего пути. Поскольку моста в Тутаеве нет до сих пор, добраться на другой берег можно на такой моторной лодке. Здравствуйте. А можно я всю лодочку возьму с вами? Вам куда? На тот берег. Пожалуйста. Зимой две половины города соединяет ледовая переправа. Я сейчас плыву на левый берег, на Романовскую сторону, в бывший город Романов. Если Борисоглебская слобода славилась рыболовным промыслом и местные рыбаки поставляли свой лов даже к царскому столу, то в Романове процветало корабельное дело. Здесь строились быстроходные парусные суда Романовки, которые были вне конкуренции до появления первых колесных пароходов. Ну вот я и на Романовской стороне. Меня все еще как будто немного качает на волнах. Вот что значит, не по банальному мосту перебралась, а на стремительной лодке. Вот он, Казанский Преображенский храм, который мы видели с другого берега. Удивительно он построен. И вот как только держится на таком крутом склоне над рекой, я лично не понимаю. Но существует легенда, что при начале строительства закладной камень, который традиционно останавливали при закладке храмов, зарыли на самой вершине Волжского откоса. Пришли утром, а он сместился почти к самой воде. И строители решили, что, видимо, так угодно Богу, и построили храм там. Я иду в один из самых древних местных храмов – Покровский. Он стоит на территории бывшего Новопокровского мужского монастыря. У стен монастыря устраивались знаменитые троицкие ярмарки. Сегодня никаких ярмарок тут не устраивается. Зато в храме хранится особо почитаемая икона «Прибавление ума». Кстати, этот храм, как и Воскресенский, тоже не закрывался ни на один день. Отец Георгий, Бог славяйте, пожалуйста. Расскажите, пожалуйста, историю этой иконы. История появления иконы следующая. В XVIII веке, теперь уже мы не можем точно сказать, в какое именно время, к нам сюда приезжает один московский человек. Как его звали, чем он занимался, теперь мы уже не знаем. Знаем только, что он приехал сюда с вопросами веры. Как правильно ему поступить? Принимать реформу патриарха или остаться верным старым обрядом? И вот от этих многих переживаний и размышлений этот человек сходит с ума, теряет разум. И однажды, когда он уже несколько лет мучился этим безумием, ему является Богородица и говорит, ты станешь здрав. Я буду за тебя молиться, заступаться, но тебе надо потрудиться. Я тебе благословляю написать образ мой. И вот Богородица показала ему этот образ, который мы сейчас здесь перед собой видим. Но так или иначе, человек стал трудиться, а благословение Божьей Матери было не случайным, потому что, видимо, этот человек умел держать в руках кисть. Когда икону приняли, осветили, то обещание Божьей Матери данное, исполняется, и икону сразу стали считать, как чудотворную или явленную. Вот милостью Божьей Богородица сохранил этот образ, он дошел до наших дней. И сегодня многие едут помолиться, преклониться, попросить у Богородица помощи. И многие уезжают в тишину. То есть молимся мы и образумление душевно больных людей, физически болящих, может быть. Молятся люди, просят и получают помощь, когда попадают в трудной ситуации, в которой не знают, как разрешить и получить. Ну, а вот в той молитвке, которая есть перед этим образом, мы можем увидеть, что молимся здесь и за наши власти, молимся и за воинство, молимся и за тех, кто совершает суд, чтобы они были честными, справедливыми. Молимся о том, чтобы любовь приумножалась среди людей, потому что часто бывает такое, что мы размок, недоумение, обиды нас разрывают и терзают. И поэтому получается, что практически на любую нашу нужду мы перед этим образом можем... О наставничестве. ...проситься о наставничестве, да. А вы нам какое наставничество можете дать паломникам, которые идут великим северным путём? Я думаю, что это паломничество, которое совершается именно по северным, древним таким городам и храмам, оно очень важно для нас, потому что это наши корни. И мы, вольно-невольно, ну, как бы, уходя от этой суеты, наверное, можем всё-таки почувствовать тот дух времени, наверное, когда люди жили. Славите нас на дальний путь. Ангел вам здорово, доброго пути. И за нас помолитесь там. А вы за нас здесь. Обязательно. Спасибо. Спасибо, Господи. Здесь, на романовской стороне города Тутаева, меня ждали не только старинные храмы, но и впечатления совершенно другого рода. Говорят, одна из достопримечательностей Тутаева – это гостеприимство его жителей. И сейчас у меня есть возможность это проверить. Я иду в гости. Михаил, спасибо, что меня пригласили. Да, иду издалека. И ваше приглашение было очень кстати. Ну, расскажите, как вы здесь живёте. Расскажите о своих домашних. Ой, как мы живём? Так живём, хлеб жиём. Здесь жизнь такая, она, с одной стороны, лёгкая, а с другой стороны, трудная. Лёгкость, наверное, заключается в том, что здесь тишина, покой, свежий воздух, птички, сверчки, паучки – это всё, что к этому прилагается. И комарики тоже. Ну, а тяжесть, наверное, этой удалённой жизни, наверное, заключается в том, что нужно хотя бы чуть-чуть трудиться. Познакомьтесь с вашей семьёй? Конечно. Пойдёмте. Галин, вот гости. Здравствуйте. Здравствуйте. Я Олеся. Здравствуйте. Олеся. Олеся, очень приятно. Очень приятно, Олеся. Кто эти малыши? Это Ванечка у нас. Вот это у нас Настенька. Ей три с половиной годика, а Ванечке год и четыре месяца. Детей у Михаила и Галины пятеро, но возле матери держатся только младшие. А у старших столько занятий на деревенском раздолье, что я далеко не сразу увидела всё семейство в сборе. Сидеть за гаджетами, как в Большом городе, здесь точно некогда. А как вы оказались здесь? Вы отсюда сами? Нет, мы не отсюда. Мы просто... Ну, тут история такая долгая. Но когда я учился в Москве, я в какой-то книжке загадочной прочитал, что на севере живут очень добрые люди. Надо искать настоящую жизнь на земле. Вот где-то в деревне, там, не знаю, в провинции. Вот. Ну, а Галя, в общем-то, подхватила эту идею, что да, действительно, в Москве, как бы... Москва Москвой, а вот в деревне неплохо бы поразвлекаться таким видом деятельности, как житьё в деревне. Вот. Ну, и потом, как бы, долгий путь поисков. И он привёл именно вот в эти места, в окрестности бывшего города Романа Вальсоглебска, ныне Тутаева. Хозяйство большое у вас? Да у нас все, как говорят, каждые твари по паре. Каждые твари по паре. Овцы, козы и конь. Из куклы. Можете показать своё хозяйство? Конечно. За кем идти? Пойдёмте. Я отведу вас в поля, покажу овечек, козочек. Эта жизнь на земле, конечно, весьма непроста, как и сказал Михаил. Но он столько искренней любви вкладывает в своё дело, что всё кажется лёгким и радостным. И земля, и животные чувствуют эту любовь, и благодарно отзываются на неё. А что помогает в трудах, в жизни? Ну вот ваша гармонь. Ну, гармонь, да. Гармонь – это утешение. У меня есть такая небольшая иллюзия, что всё-таки, может быть, я обманываюсь, но и тем не менее я верю в это, что дети мои, хоть они чуть-чуть подглядывают, то, что я делаю. Но если я потрудился, значит, у меня появилось молоко. Если я потрудился на огороде, значит, у меня там и огурцы, и помидоры, и там корневлоды. И они это видят. И, в общем-то, теплится надежда, что это польза для них. Я слушала музыку и думала, А ведь вот она – настоящая Россия. Настоящие, открытые, сердечные русские люди, которые живут по законам Господа, возделывают землю, растят детей и готовы принять в свой дом путника, как это было заведено на Руси веками. Почему именно гармонь? Гармонь – оно как бы само отражение России. Она же создана простым народом для того, чтобы, ну, ублажать, будем так говорить, простой люд. Но на этом, казалось бы, простом инструменте Михаил умеет играть очень сложные произведения. Как он сам говорит, чтобы дать гармонии второе рождение и чтобы люди относились к ней повнимательнее. Люди остановили свой взгляд на этом инструменте и сказали, ой, а как, а так, а что, гармония такой способна? Вот. И это тоже какой-то символизм, что вот простой русский мужик, он тоже на многое способен. А можете показать эту виртуозность? Играет музыка Михаил, какой самый любимый момент в дне? В дне? Ну, наверное, утро. Иногда раннее утро. Ну, такие вот, ну, зарисовка из жизни. Галя попала в больницу, я тут один с детьми. Ну, что-то Ванька у нас младший, тут фестиваль затея. Что-то Ванька там зубы резались куда-то, чего-то просился, звал. Ну, естественно, уставшие, все тут спим. Время начала второго ночи. И под окном слышу, пришли козы с овцами и кричат мне, ба-а-а, подъем! Я чувствую, там, с овечего перевожу сразу, подъем, хватит спать. И я вскакиваю с первой мыслью, так, они где-то нашли брешь в заборе, вышли, пришли сюда, а если пришли сюда, значит, какие-то там опять яблони очередные погрызли. Вот, и я выхожу, я их выгоняю, я вижу рассвет. И я смотрю, и вот меня просто этот восторг прям распирает. Ну, надо же, вроде бы разбудили, тут надо негодовать. А они меня разбудили, говорят, посмотри, какая красота. Тут еще туман вроде висит над рекой. Тут мои козы стоят на камнях. Вот, и вот эти части овец уходят в поля. И вот этот луч из солнца уже пробивается. Ну, просто восторг. Михаил, у вас здесь так хорошо. И я тоже хочу увидеть этот тот самый момент дня, когда жизнь только зарождается. Можно я у вас останусь на сегодня? Конечно, до трех утра. До трех утра? Договорились. Да, солнышко. Хорошо. Вот разносение. Что же. Я засыпала под блейния овец и запах сена. Вот такая наша Россия. Божья страна, где живут настоящие божьи люди. Я вспоминала Ярославский хор. С каким теплом они меня встретили. А ведь это совсем незнакомые мне люди. Какие святыни мне открывались. Перед глазами стояла огромная икона Спаса из Воскресенского собора. И все звучали слова батюшки из Покровского храма, что север – это наши корни. И вот они, эти корни и плоды, Миша и его большое семейство, так мирно и благостно живущие на этой, Богом данной им земле. Слава Богу за все! Слава Богу за все!